Вячеслав Гайзер Вячеслав Титёкин Эксперт уверен, что у следствия доказательства виновности участников на руках имеются давно несколько лет. Но почему они решили именно сейчас взяться за Гайзера? Просто не было политической воли наверху, утверждает эксперт. И если бы воля появилась, то в положении Гайзера оказались бы многие главы регионов. Но этого не происходит. Все разговоры о борьбе с коррупцией лишь политическая реклама, уверен эксперт. Тот же Общероссийский народный фронт заявляет, что борется с коррупцией, госзакупками и пиаром чиновников. Делает это лишь для обеления власти и создания образа антикоррупционной силы в стране. Дело в том, что Единая Россия слишком сильно ассоциируется с коррупционерами. Тот же господин Гайзер являлся членом высшего совета партии Единая Россия до последних дней. Нужно, чтобы где-то в недрах власти существовала некая антикоррупционная сила, которая при необходимости могла бы быстренько заменить ту же самую Единую Россию. То есть замысел ОНФ именно в этом заключается, что создать параллельную организацию с более чистой репутацией, чем Единая Россия, с тем, что по принципу заменяемости чтения в механизме быстренько заменить. Вот наконец-то мы освободились от этих коррупционеров, я имею ввиду политических коррупционеров, и пришли честные, искренние, безаслуженные люди. Замыслено несложно, оно эффективно достаточно, все это дело не нитка мешает. Понимание российскими чиновниками необходимости борьбы с коррупцией искажено, поэтому самой борьбы и не происходит, утверждает Вячеслав Тетекин. История показывает, что когда есть необходимость, борьба происходит успешно за полтора-два года, как, например, борьба с криминалитетом после Великой Отечественной войны. Для того, чтобы рассматривать вопрос коррупции исключительно с точки зрения этики, как нехорошо, что господин Гайзер вместо того, чтобы делиться с сиротами, купил себе золотую ручку на 100 тысяч долларов условно. Вот с этой точки зрения, вот какой он нехороший. Не может быть нормальной рыночной экономики в тех условиях, когда доминируют коррупционеры. Это не рынок. Поэтому, если ставить по-прежнему задачи создания рыночной экономики, то борьба с коррупцией должна быть не этической задачей, не правоохранительной задачей, а задачей экономического возрождения России. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».